Когда в битве тяжеловесов сталкиваются два ударника, то зритель всегда надеется на хорошее рубилово и на зрелищный нокаут. Сейчас имена Дениса Гольцова и Константина Ерохина уже хорошо знают поклонники смешанных единоборств не только в нашей стране, но и за ее пределами. Денис является двукратным чемпионом мира и заслуженным мастером спорта по боевому самбо, а на арене смешанных единоборств добился 27 побед в 34 боях, и очень успешно выступал на турнирах M1 Global, TechCrap, ACB, а сейчас на постоянной основе бьется в гран-при американской лиге ПФЛ. Константин же несколько лет был настоящей звездой организации Fight Nights, и он своими страшенными ударами отправлял нокауты заезжих иностранных спортсменов. Но сегодня мы с вами отправимся аж в 2012 год на турнир Лиги С-70, к истокам их карьер, чтобы посмотреть бой между 22-летним вице-чемпионом России по самбо Денисом Кольцовым и чемпионом России по рукопашному бою Константином Ерохиным, который проводил свой дебютный бой на арене смешанных единоборств. Друзья, мы очень рады, что наши видео пользуются у вас большой популярностью и дарят вам немало эмоций. Но мы заметили, что большая доля зрителей смотрят нас без подписки. А это значит, что не всегда вам наши новинки будут выпадать в предложенных, и вы пропускаете немало интересного. А ведь мы подготовили для вас множество зрелищных боев и брутальных нокаутов, как из истории Mad Global, так и других организаций, и стараемся радовать вас новыми видео несколько раз в неделю. Поэтому, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ни одного шедевра из мира смешанных единоборств. Представили нам соперников примерно одного, а не уровня. Так что наверняка можем надеяться на хороший зрелищный поединок, конкурентный поединок. Что касается габаритов, у Дениса Гольцова есть преимущество в росте. 198 см против 182 см. А вот что касается веса, то Ерохин гораздо более тяжелый. 107 килограмм против 103. Итак, первый раунд. Ерохин, конечно же, сейчас будет разрывать дистанцию. Ему нужно работать в ближнем бою. Пытаться, наверное, переводить поединок в партер. Ну, во всяком случае, да, работать с ближней дистанцией, что он, в общем-то, и попытался сделать на первых парах. Заметно наступает в росте. Хороший лоу-кик. Да, совершенно неожиданный. Денису стоит работать ногами. Все-таки у него преимущество и в длине. Не только руками развивать атаки. Работает он с дистанцией, как и нужно. Но вот, ох, хороший нокдаун. Ну да, в боксе был бы нокдаун, конечно, но здесь... Ну да. Ноку аккуратно! Иди! Ганат не берем! 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 Очень хороший удар нанес Константин Ерохин. Опрокинул своего оппонента, но развить успех не сумел. Более того, там даже Денис Гольцов попытался забрать пятку для болевого приема. Дай, встань! Дай, встань! Стоп! Дает Ерохин подняться своему сопернику. Но да, в стойке на ближней дистанции Ерохин очень опасен для Гольцова. Однако в эту ближнюю дистанцию еще стоит нужно войти. Честно говоря, я пока не видел каких-то осмысленных действий с дальней дистанции в стойке в исполнении Дениса Гольцова. Он только работает на ногах. Да, ну и вот такие удары. Пока никаких силовых ударов мы не видели. Сейчас хорошо коленом навстречу. Да, это прием, который обычно проводят более высокие спортсмены. Коленом в голову. Разверни, разверни! Денис сейчас стоит уходить из клинча. Пытается он перевести бой в партер. При помощи канатов не позволил себя уронить. Константин Ерохин, рефери, должен это четко отслеживать. В предыдущем поединке мы помним, как было снято очко с Абдулла Керима Эдилова. Очень плотно стоит на ногах. Константин Ерохин уронить такого крайне сложно. Низко центр тяжести. И начинает душить своего соперника. Начинает душить оппонента Гольцов. Ну, такую шею, честно говоря, тяжеловато будет захватить. Все-таки у него видно, что шея прямо из трапеции выходит. Стоп! Вот в это же положение. Нога между ног. В центр, в центр. За шею за руку. Костя, Костя! Перенеси руку! Напоминает Константин Ерохин своим телосложнением Джеффа Монсона. Немного. Да, что-то есть. Такой невысокий рост. Очень плотный. Атлетичный. И садится в маунт Ерохин. Но из этого маунта очень быстро его выгоняет Гольцов. 30 секунд еще работать в первом раунде. Работай, работай по ногам! Работай по ногам! Работай, работай! Вот в таком положении я считаю, что отмененный сокер-кик, это удар ногой в голову по лежачему сопернику, очень бы пригодился. Как ты считаешь, Давид? Согласен с тобой, Роман. Все-таки активных действий сейчас пока нет. Подсушивает он, Константин подсушивает ноги. Вот таких примеров на самом деле очень много, когда один из спортсменов лежит на спине, приглашая соперника в партер, ну или просто защищаясь, а другой ходит вокруг и пытается что-то придумать. Если бы был сокер-кик, то я думаю, вопрос бы решался очень быстро. Возможно, бы даже исход боя решался очень быстро. Да, я согласен. И вот и динамика поединка бы не терялась таким образом. Да, может быть, кто-то скажет, что это жестоко, но тем не менее это такой вид спорта. Потому что во втором раунде совершенно никаких действий не было со стороны Константина Ерохина. Третья пятиминутка стартовала. Ерохину нужно идти вперед, и не просто напрямую, а все-таки разрывая дистанцию. Очень однообразно действует Ерохин. Вот интересно, почему он не проходит, не пытается сесть на своего соперника сверху, почему он не проходит в партер? Возможно, не уверен в своих навыках в партере. Но в любом случае у него и в стойке-то пока получается немного, поэтому почему бы было и не рискнуть? И тут же сам, через лоу, связывай, связывай. С другой стороны Гольцова мы не видели в столь активных действиях, чтобы можно было его оценить. Работает с дистанцией, но не очень часто. И не так эффективно. Опять застаивается. Денис. Делай, делай, делай. Собрано. И работай по передней ноге с двух сторон. Хорошо. С двух сторон. Левый корпус. Бэкфист. И очень неплохой. Пошел добивать своего соперника Гольцов. И все, остановлен бой. Да, вот такой вот конец этого боя. Ну, совершенно очевидно, что потрясен Константин Ерохин. Хотелось бы увидеть повтор этого динамичного и очень красивого эпизода. Вот так вот неожиданно. Давай еще раз посмотрим. Вот, да, попадает бэкфист. Но так вскользко. Тем не менее, все равно этого оказывается достаточно. И вот здесь уже идут четкие жесткие удары. Точно в лицо Константину Ерохину. Но рефери довольно вовремя останавливает этот бой. Посмотрите на лицо Ерохина, и вы все сами поймете. Ну, да, именно бэкфист решил исход боя. Все-таки все, что было после этого же добивания. В поединке в весовой категории свыше 93 килограммов. На первой минуте и 42 секунде третьего раунда победу нокаутом одержал Денис Гольцов. Я представляю вам следующее...